Дорогие мои, несколько дней назад был пост «У хлеба запах счастья». И я с таким удовольствием читала, что счастье есть для вас, что вот настолько иногда сложно бывает ответить, вообще собрать воедино, что же такое счастье, чем оно пахнет, какой запах именно у твоего счастья, как понять эту природу. Для меня счастье, я написала, это семья, это, не знаю, утренний кофе, это утренний поцелуй, это забота, внимание, это семья, это благодарность, это благость. Что для вас вы написали, девочки? Спасибо большое, многие из вас ответили. И продолжайте, пожалуйста, это расширять, потому что этим надо напитываться. Запах вкусной еды, особенно выпечки, это запах домашнего уюта, я абсолютно согласна, Оксаночка. Счастьем пахнет из глубокого детства, когда просыпаешься и чувствуешь с кухни запах. Это бабушка нам завтрак приготовила. Да, Танюша, точно сто процентов согласна. Для Лены счастье пахнет легкостью бабочки, счастье пахнет женской улыбкой, взгляд на мужские глаз, на любимую женщину. Аня любит печь хлеб и угощает своих людей. Для Любы счастье – это семья. С радостью принимать каждый день новый день, с благодарностью принимать заботу и внимание родных людей. Для Ксюши счастье пахнет беззаботным детством. Ох, как я понимаю, в кругу любящих тебя людей, бабушки, деда, мамы, тети, дяди. И, конечно же, после этого мы пытаемся и создаем себе точно такую же семью, потому что наполнены этим счастьем с самого детства. Для Галины счастье пахнет гармонией с самой собой, с миром, с семьей, любовью. Ну, конечно же, взаимопониманием с любимым человеком, радостью, хорошим настроением. Когда ты выспался, когда никуда не надо спешить, вот оно для девочки, что самое важное. Когда ты просто доволен жизнью, хорошей атмосферой дома и на работе, если, опять же, работа эта необходима. Да, хорошими друзьями, когда у твоих родных, близких все хорошо. Запахом мандарин, опять же, вот скоро Новый год. Летом розами и ребенком, и все это счастье. Как хорошо написано. Мариночка, счастье пахнет домом, семьей, весельем, любовью безграничной, цветами, что дарил под луной. Семейная жизнь, конечно же, личная жизнь. Анечка, счастье пахнет свежим воздухом, морем и солнцем. Конечно же, это счастье вообще. Конечно же, Лилия, счастье пахнет мандаринами, елкой, сосной, бенгальскими огнями. Опять же, все это идет у нас из детства. Шампанское, ну, шампанское уже не совсем из детства. Ну, насколько это здорово. И Светлана Березняцкая стихотворением, которое я сегодня хочу девочке поделиться, именно благодаря этому посту, который вот несколько дней был написан, написала мне, что благодарю тебя за эту тему, дарю мое новое стихотворение. То есть Светлана наполнилась и выдала очередной шедевр, который пахнет счастьем. Запах счастья. Да и фраз прекрасных, долгожданных. А счастье пахнет рук тепло, кладущих плед на плечи и звезд волшебных колдовство в чудесный зимний вечер. А счастье пахнет зимний снег, скрипящий на тропинке, и ослюбительный сюжет в улыбчивой снежинке. А счастьем пахнет свежий хлеб, дрова в старинной печке, и пахнут счастьем те слова, что ты сказал у речки. А счастьем пахнет свежий мед, и пчел жужжание летом, и трав пахучий сеновал, и бабушка при этом. А счастьем пахнет все вокруг. Когда мы пахнем счастьем, дарю тебе я счастье, друг, и пахну еще слаще. Ну какие замечательные слова все-таки. Просто не устаю восхищаться, девчата, всеми вами. Какие вы молочиночки все-таки. Насколько вот вы сами пронизываетесь вот этим, и дарите это друг другу. Продолжайте наполняться счастьем. Пусть счастье у вас будет всегда, в каждом моменте этой жизни.